Рассказываю вам эксклюзивную историю. Эксклюзивную. Этого героя озвучил я. Это Зак Эфрон. Чистейший образец мегакорпораций во всех возможных смыслах. Я как будто смотрю сейчас обзор Бэткомедиана. Давайте перейдем к поперечному. Ребята, вы думаете о том же, о чем и я? Они на ней были! Но это ужасно. Правда. Всем привет! Это снова формат реакции на какую-либо озвучку. Заголовок сегодняшнего видео «Звезды в дубляже». Это уже третий подобный выпуск. Если не смотрели прошлые, они будут вот где-то здесь. И вот здесь загляните тоже по ссылке, посмотрите. Первым были как хорошие примеры, так и плохие. Где-то вы согласились с моим мнением, где-то нет. Например, был момент, я сказал, что дубляж от Светлакова так себе, но было достаточно много комментариев в защиту и в работы. Это очень круто. Мне нравится, что наши выпуски создают какую-то дискуссию в комментариях. Надеюсь, данный выпуск не будет исключением. Во втором выпуске мы слушали мультики. И в целом, в принципе, вообще не возникало каких-нибудь претензий к неопытным актерам. Казалось бы, ну, сделано все круто. В общем, я надеюсь, что здесь будут тоже спорные моменты, поэтому активно выражайте свою позицию в комментариях. И напоминаю, я не знаю, что мы будем сегодня слушать. Все отрывки подготовила моя команда, и реакция будет первая и непредвзятая. Также я попытаюсь угадать, кого мы слушаем, ну и вы вместе со мной, конечно же, тоже. Ну или я вместе с вами. Короче, неважно. Давайте начинать. Да, и не забывайте, что вы на ютубе, а это значит, что я должен сказать про подписку, лайк, колокольчик и все наши основные правила. Для вас мелочь, для меня очень приятно и важно. Так, первый отрывок на сегодня это Мэрил Стрип из кинофильма «Дьявол носит Прада». Ну, скажу честно, я уже догадываюсь и знаю, наверное, кто озвучил, потому что я смотрел этот фильм. Но сейчас мы попробуем тщательнее разобраться в этой озвучке. Девочкам нужна новая книга про Гарри Поттера. Хорошо, хорошо, я съезжу в книжный магазин. Вы упали и стукнули с головой об асфальт? Сразу хочу выразить свое мнение о том, что, ну, это Эвелина Хромченко. И Эвелина Хромченко, конечно, намного моложе по голосу, чем Мэрил Стрип. Это слышно, мне кажется, всем. Да нет, вроде. У нас есть все опубликованные книги. Им хочется узнать, что будет дальше. Вам нужна неопубликованная рукопись? Но у нас колоссальные связи с издательствами. Разве это проблема? А вы не то можете, верно? Ну, здесь все понятно. Эвелина Хромченко, законодательница МОД, или как ее можно назвать, озвучивает очень близкую по профессии Мэрил Стрип. А? По имиджу, жена подсказывает. По имиджу. Но, блин, ребята. Кстати, многие писали, я не помню, в каком выпуске она нам встречалась, многие писали, что им нравится эта озвучка от Эвелины Хромченко. Вот эта безэмоциональная, неподходящая никак под взрослую Мэрил Стрип. Напишите в комментариях. Да, пупсик? Знаю, милая. Мамочка постарается ее раздобыть. Вот это да! И что? Я должна звонить самой Джон Роулинг? Представляю, куда она меня пошлет. Девочки едут к бабушке, поезд уходит в четыре. Так что книга должна быть здесь, не позднее трех. Она пыталась передать этот характер, такой властный, богатый, имеющий авторитет женщины. Такую надменность. Но, блин, такое расхождение с голосом, голос и персонаж мне режет уши очень сильно. И подайте мне бифштекс через пятнадцать минут. Непременно. Ну фиг знает. Ребят, напишите свое мнение. Мне очень интересно, на самом деле, читать ваши комментарии в данных форматах. Правда, очень интересно вот разные точки зрения услышать. Мне вообще не зашла Мэрил Стрип в роли Эвелины Хромченко. Давайте прочитаем, что написала моя команда по данному фрагменту. Можете прочитать вместе со мной. Герою не озвучила Эвелина Хромченко. Это ее единственная работа в дубляже. Про эту роль больше всего писали в комментариях к прошлому выпуску. Также в соцсетях можно наткнуться на обсуждение работы Эвелины. Как ни странно, мнения разделились. Вот про что я говорил. Кто-то прям защищает, кто-то говорит, что это невыносимо слушать. У Хромченко был опыт работы на радио, но профильного опыта не было. В каком-то интервью она говорила, что была знакома с создателями фильма. Скорее всего, ее пригласили, потому что она была причастна к миру моды. И маркетинг фильма строился через Виперсону. Да, мы были близки к тому, что раздобыла моя команда. Я не совсем поддерживаю вот такие ходы. Мне не понравилось. Вернусь в три, подадите кофе из Старбакс. О! А если вы до тех пор не раздобудете мне книгу, можете сюда больше не возвращаться. А теперь новости. Группа интернет-археологов обнаружила на просторах интернета сайт антиквариата. Сначала они были удивлены, но покопавшись поглубже, поняли, что находка действительно стоящая. А обнаружили они сайт для коллекционеров Виолити, где можно купить действительно настоящие произведения искусства, ценных и редких вещей, а также других уникальных предметов старины. Удобная и продуманная система разделов поможет вам быстро найти желаемое, будь то монеты, модельки машин или виниловые пластинки. На Виолити много всего интересного даже для тех, кто не увлекается коллекционированием. Например, картины, которыми можно украсить комнату или рабочее место. Я вот закажу пленочный фотоаппарат. Очень уж нравится мне пленочная картинка. В ней определенно есть свой шар. Также на сайте Виолити есть поддержка, которая 24 часа в сутки готова помочь вам, в том числе и определить предмет, если вы хотите что-то продать. Сайт на рынке уже 16 лет и зарекомендовал себя как безопасный, так что за свои кровные не волнуйтесь. Ссылку на него я оставлю в описании. Переходите и погружайтесь в историю. Следующий отрывок это фильм «Аладдин». Как ребята замудрили. Слушаем. А потом я увидел эти прекрасные глаза, но появился визирь и убил моего друга у меня на глазах. Это самый скорбный день в моей жизни. Я отомщу. Я отомщу. Да. Клянусь. Месь будет сладко. Так, господин Киркоров, что ли? Не хочу обидеть моего великодушного спасителя, но вы не из тех, кто ходит на разные парады. Ты что? Нет, нет. Круто. Я с него лишь простой чародей. Ты чародей? Да. Так, по мелочи. Чистя. Мне, в принципе, заходит. И по типажу, как-то вот, я вспоминаю Филиппа Киркорова, когда он был еще молод и горяч, и «Аладдин», мне кажется, есть схожесть по типажу. Супер. А чего ты в пустыне забыл, чародей? Блин, ну, конечно же, конечно же, у Киркорова голос знают очень многие, практически все, и он выходит сразу картинкой, когда мы слышим этого персонажа. Это есть ассоциативный ряд присутствует. Ура, свобода! Постой! Постой! Погоди, можно вопрос? У Киркорова еще на низах очень такой приятный, есть хрипотца такая приятная, в дубляже. Ладно, ладно, хорошо, в топку желания. Позволь мне задать последний вопрос. Всего один. Как такой гигант вроде тебя? Богатырь. Хорошо, богатырь. И здоровяк. Хорошо, у него небольшой акцент есть. Он откуда, Киркорова-то? Из Болгарии. Акцент небольшой есть? Хорошо. Но, в принципе, это как-то нивелируется. Вот, все. Такой здоровяк поместился в крохотную лампу. Технически это невозможно. И с дикцией местами есть непроговоры. Киркоров неплохо справился с ролью Аладдина. Присутствует небольшой акцент. Говор. Наверное, акцент. И присутствуют местами непроговоры. Но, в целом, вот те фрагменты, которые мы посмотрели, ничего критически такого ужасного я не услышал. Давайте прочитаем, что нам написали про данный отрывок. Это очень странный проект. Фильм выглядит очень дешево. Но состав актеров дубляжа просто топовый. Помимо Киркорова можно услышать Дохненко, Смирнова, Джин, Эльдарова, Кирееву. Ну, Данила Эльдарова, Ирину Кирееву, Василия Дохненко и Сергея Смирнова, я так понял. В сиквеле, который вышел через два года такого звездного состава в дубляже, уже нет. Что касается Киркорова, у него есть еще два проекта в дубляже, которые можно будет послушать в следующих выпусках. Вот такое описание. Если хотите, мы найдем эти проекты и обязательно послушаем. Пишите об этом в комментариях. Едем дальше. Следующий фильм это фильм «Мы легенды». Если честно, я его не смотрел и вообще без понятия, что там такое. Их завершайзе. Их бин нихт капут. Вас издас. Жители обитам Баден-Баден. Битты, позвоните мне на номер 0-4-2-5-4-3-1. Спасибо, что датки. Привет, как жизнь? Нормально, работаю. Че надо? Ты же меня просил приходить отмечаться. Я пришел отметиться. Да, но я просил тебя ежедневно, а не раз в восемь дней. Да у меня тут были кое-какие дела в это время. Да? Ну и у меня сейчас дела. Да, и какие? Я работаю. Не могу пока понять, кто есть кто. Все работают. Стиральная машина работает. Я работаю. А если ты решил отметиться, приходи в 4 часа. А, это похоже на Пушнова. Александра Пушнова. Помните Галилео по СТС был? Похоже. А вот Лысый я не знаю кто. Заметьте, что Пушной мужчину с сигаретой озвучивает тоже с каким-то предметом во рту, что придает натуральность звуку. Да, что мы озвучиваем, когда у нас просто во рту. Мы не можем человека с сигаретой озвучивать просто как мы разговариваем. Это важно. Да, слышал я об этом. Ага. Это Наидалова. Да, Нуа? Да. Ну, вообще, логично. А ты-то там... Че? Ты-то женат, а то в досье не написано. Ну, полигамия. Ну, Пушной красавец. Ничего не могу сказать. Очень органично, очень живо, очень натурально. Круто. Любовь-то крутила же. Че-че? Че, типа, мокрый солдат идет в атаку, что ли? Да, ну... Повтори-ка вопрос. Я просто спросил, любил ли ты? А, я понял, в чем дело. У тебя перепихона не было. Ты еще ни разу никому не вдул. Да дул, вдул. Ни разу папу не пялил. Да ведь? Да пялил, пялил. Да ты ни одной лысого не заправлял. Да заправлял я заправлял. Да ты епископа не наклонял, а никого не пежил. Да пежил я. Да ты никогда этого не делал. Конечно же я вот так вот делал. Не-не-не, это не так делается. Еще как делал. Ну, слушайте, неплохо. Мне очень интересно, кто за второго персонажа. Давайте посмотрим в нашу шпаргалку, которую нам подготовили. Отрывок посвящен Александру Пушному. Его напарник Андрей Бочаров. Андрей Бочаров. Известный по роли «Сынульки в 33 квадратных метра». А, это тот, помнишь, такой был в очках, по-моему. Андрей Бочаров, сейчас я фотку здесь прикреплю, если вы не поняли, о ком речь. Пушного знают по дубляжу мультфильмов, но мало кто знает, что фильм «Мы легенды» — это его первый опыт. О, вот оно. Проект небольшой, по всей видимости, дублировался для СТС. Остальные актеры дубляжа — артисты из шести кадров. Интересно, интересно достаточно. Я хочу сказать, что не зря Александра Пушного звали и приглашали на озвучку мультфильмов. Он органичен, он актерски справляется с задачами, он энергичен, он эмоционален, и он достаточно профессионально делает закадровую работу. Я считаю, что это хороший пример. Ну и, кстати, Андрей Бочаров тоже очень неплохо справился со своей ролью. Но его в дальнейшем, я не знаю, его проекты, по-моему, его не было слышно в закадре. Круто, едем дальше. Следующий персонаж и герой — это Зак Эфрон. Я подсчитал, ты вышел последний. Глазам не верю. Слегка заплутал по пути на выпускной. Как и ты. Ты сумасшедший дикий кот. Откуда такая любовь к деревьям? С деревьев лучше видны многие вещи. Ты такой красивый. Выпускной сегодня в Альбукерке. За тысячу миль отсюда. Мой выпускной? Там, где ты. Ты понимаешь, кто это? Ну, я слышу, что звучит относительно непрофессиональный актер дубляжа, потому что не хватает какой-то, да, романтики, любви, вот этой привязки к этой героине в такой романтической сцене. Это слышно. Но плохого ничего сказать не могу. Это связано с недостатком опыта, скорее всего. Но и понять не могу, кто это. Лазарев, да. Вот, когда этот герой начал петь, мы узнали Сергея Лазарева. Когда он говорил, мне было лично непонятно, что это он. Да, это Лазарев. Давайте мы всю песню слушать не будем, хотя поет он замечательно. Посмотрим еще один отрывок, именно озвучки. Знаешь, когда ты появилась, ты изменила не только меня. Многих ребят я просто не замечал. А теперь мы, друзья, и участвуем вместе в мюзикле. Ну, не хватает немножко мягкости в голосе, не хватает какой-то такой нежной подачи, на мой взгляд. Я бы сделал лучше, кстати. Зовите меня, только я петь не умею. Вот. Ага, шутка. Когда ты пришла, наша школа изменилась. И опять изменилась, когда ты уехала. Достаточно линейно, топорно и безэмоционально. Здесь большая любовь, много чувств. Мы этого не услышали. Цель понятна. И, в принципе, я поддерживаю это, когда зовут на какие-то мюзиклы тех людей, которые могут и озвучить средненько, и круто спеть. Наверное, здесь ставка как раз на песни, а не на диалоги. Сергей Лазарев. Все верно. У фильма три части, и в каждой можно услышать Лазарева. О! Круто. Значит, три части три раза звали Сергея. Значит, неплохо он справлялся. Это мюзикл. Поэтому его приглашение вполне понятно. Треть фильма песни, а петь он умеет. Ну, здесь ничего сложного нет. В принципе, все закономерно, все логично. И почему нет? Едем дальше. Следующее, то что мы слушаем, это Крысиный король и Крысиная королева. Щелкунчик и Крысиный король. Подставила ты меня, старая корга. Твое проклятие уже не действует на принца. Ну, Киркоров неплохо, я вам скажу, отыгрывает. Ну, вот, конечно, у меня, наверное, зрителей мало фанатов Киркорова. Но, вот, второй отрывок, он неплох. Ключи громче свой слуховой аппарат. Тряпка! Соберись! Я наложу новое заклястье на этого щенка, и, может, кто-то из моих дупых солдат и босматиц. Ребята, вы думаете о том же, о чем и я? Салван! Я должна набраться сил. Крысиного явно мне. Эта снежная фея виновата. Скучная, смазливая тварь! Если вы подумали о том же, о чем и я, я подумал про Аллу Борисовну Пугачеву. Но я не уверен. Мне понравилась эта женщина в кадре. Давайте проверим наши с вами догадки. Итак, мы слушали Киркорова и Аллу Пугачеву. Да. Фильм Андрея Кончаловского имеет оценку на Кинопоиске 2,9. Ух! И номинации на Золотую малину в категории Худший 3D. Что касается Аллы Борисовны, у нее есть опыт в дубляже, причем в советское время. В основном привлекалась как вокалистка, но тем не менее. Щелкунчик и Крисиный король. Последний проект, когда она работала за кадром. Это было в 2010 году. Вот мы, в принципе, угадали. Напишите, смогли ли вы распознать Аллу Борисовну Пугачеву. Но я вам хочу сказать, ребята, что Киркоров, что Пугачева, у меня никаких вопросов нет. Понятно, что какой-то там плохой фильм, но актерские никаких вопросов нет. Друзья, мы готовили для вас еще один выпуск бонусной звезды в озвучке видеоигр, но мы не собрали много материала. А слушать один киберпанк, ну, такое себе удовольствие. Поэтому я сейчас предлагаю прослушать Бэткомедиана из Киберпанка и Поперечного из The Last of Us 2. Жень, со всем уважением. Я уверен, что ты в этом не виноват. Я уверен, что ты даже не видел, кого ты озвучиваешь. И что вообще будет в итоге. Да простят меня фанаты Бэткомедиана. С одной стороны у нас патриоты, соль земли, бывшие вояки, у каждого пушка под подушкой. С другой Кэндачи, чистейший образец мегакорпораций во всех возможных смыслах. Я как будто смотрю сейчас обзор Бэткомедиана. Вот у него те же интонации, вот такие вот вверх-вниз, вверх-вниз. Он вот как будто передо мной сейчас сидит, и мы смотрим обзор. Но это никак не вот этот вот чувачок за рулем. Гражданскому обществу. Это если все узнают. Если ограничимся шантажом, выиграет мой канал. А если и до этого не дойдет, только я. Все ясно. Тебе нужен скандал. Нет, мне нужна правда. Особенно, если это неудобная правда. Две камеры, пять охранников, еще трое с другого хода. Что, мандраж? Дельце непростое, понимаю. Ты, главное, на камеру не попадись. Остальное ерунда. Вроде все сказал. Еще вопросы есть? Ребят, можно я не буду сейчас сильно углубляться в эту озвучку. Все уже сказано, все пересказано, всеми все откомментировано. Просто давайте перейдем к Поперечному и вы напишите свой комментарий. Как ты нас нашла? Спросила, где тот придурок с порезанным лицом. Смешно. Сколько у вас всего? Только двое? Ну, Поперечный справился относительно неплохо. Неплохо. Тебе сказали искать вторую. Почему ты здесь? Помнишь того контрабандиста в Джексоне? Ну? Эта девчонка там была. Что? Они теперь мстят. Поэтому Ника так покромсали. Надо отвезти ее к Айзеку и объяснить ему, что тут происходит. Да, но я только что говорил с ним по рации. У нас новый приказ. Друзья, на этом все. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Также пишите, что послушать в следующий раз. Кстати, в прошлый раз мы слушали озвучку нового Резидента. Было очень интересно. Если не смотрели, переходите сюда, смотрите. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся совсем скоро. Спасибо за внимание, за лайки, за поддержку. С вами был Дмитрий Череватенко. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова